здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки ну вот пришло время начать готовиться как положено к единому государственному экзамену по физике на основании демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 21 года по физике ну ладно это все предыстория давайте посмотрим какие задачи нам предлагает и естественно их решим задачка 1 материальная точка движется прямолинейно с постоянным ускорением доля cox график зависимости и координаты от времени изображён на рисунке определить проекцию а x ускорение этого тела ну давайте представим что мы на экзамене находимся да вот смотрим ама парабола значит квадратичная функция до координата от времени x равняется x от времени ага я вспомнил формулу до изменения координаты тела если тела движется равно ускорено вот давайте ка я сейчас эту формулу и запишу отлично и x равняется x нулевое плюс в нулевое т и плюс а т квадрат пополам у равняется а x квадрат плюс bx плюс c ну очень же похоже только давайте сейчас посмотрим что тут происходит вот это вот парабола начинается вот здесь в начале координат то есть x нулевое равняется нулю и c равняется нулю кроме всего прочего я смотрю вот эта вот парабола никуда не сдвинута значит b равняется нулю значит и в нулевое равняется нулю видите и остается у нас просто-напросто а т квадрат пополам но здесь ускорение здесь просто коэффициент перед x квадрате ну вот и все решение то оно у нас имеется смотрим через две секунды координата будет равна двум два это координата равняется а а время две секунды два квадрате деленное на два ну и что отсюда будет следовать 4 равняется четырем а ну а значит и ускорение будет равняться один метр на секунду в квадрате вот и все решение ничего сложного абсолютно нет все значит так и нужно записать в ответе один метр на секунду в квадрате вот такое вот ускорение ну что первую задачу мы с вами решили поехали дальше вторая задача на рисунке показаны силы в заданном масштабе действующие на материальную точку определите модуль равнодействующей силы ну обращаем внимание что в одну клеточку да вмещается один ньютон то есть вот такой вот масштаб одна клеточка один ньютон отлично ну давайте посмотрим что в общем то нужно сделать моя задача заключается не только в том чтобы дать ответ но и рассказать вот смотрите это у нас сила и это сила сила векторная величина имеется направление отлично для того чтобы сложить два вектора мы можем воспользоваться правилом параллелограмма то есть вот раз провести параллельно отсюда параллельно отсюда и вот это вот то что я нарисовал допустим это вектор а это вектор б вот а вектор c это результирующая я сложил два вектора вот и получил c то есть а плюс б это у нас c то же самое должен сделать и здесь ну вот вот в принципе смотрите внимательно тут три клеточки и сюда два две клеточки и тут смотрите отсюда если пойду да три клеточки и сюда две то есть если я сейчас проведу параллельную прямую из конца этого вектора я получаю что вот это да и вот тут тоже две клеточки поэтому результирующая здесь у нас будет вот она считаем клеточки раз два три значит результирующий вектор который мы ищем F1 плюс F2 вот он будет равен трем ньютонам раз два три потому что в одной клеточке три ньютона но можно было это сделать и по другому вот некоторые сразу начинают тут синус косинус да не надо ничего искать проекция вектора F1 на ось Х да равняется трем ньютонам раз два три вот это проекция теперь проекция вектора F1 на ось Y Y я выбираю Y на ее направление вверх ну значит вот она да значит это FY FY будет равняться два ньютона а проекция вектора F2 на ось Y минус два ньютона противоположную сторону то есть вот по оси Y эти силы будут друг другу равновешивать как будто бы их нет ну и что остается только Fx три ньютона короче говоря можно решить задачу и так и так а в ответе записать три ньютона вот все давайте будем смотреть что из себя представляет третья задача тело движется в инерциальной системе отчета по прямой в одном направлении по действиям постоянной силы величиной пять ньютонов за четыре секунды импульс тела увеличился и стал равен 35 кг на метр в секунду чему был равен первоначальный импульс тела ну что запишем условия задачи это всегда говорю и посмотрим что можно сделать для того чтобы получить ответ ну вот условия задачи записано мы должны с вами вспомнить что такое импульс это произведение массы на скорость импульс векторная величина но что мы еще должны знать мы должны знать что импульс силы а импульс силы это произведение силы на время всегда равен изменению импульсу импульс силы равен изменению импульса дельта p ну иногда записывают ft равняется дельта mv вот изменение импульса изменение это разность между импульсом в конце промежутка времени и начальным импульсом ну то есть в самом начале когда эта сила начала действовать ну и несложно догадаться что p нулевое то что мы ищем отсюда да это разность p отнятия в t вот и все и так импульс силы это произведение силы на время в течение которого эта сила действует p это конечный импульс а p нулевое начальный вот и все то значит p нулевое которое мы ищем да это у нас 35 килограмм на метр в секунду и мы отнимаем 5 ньютонов а ньютон нужно всегда помнить это килограмм на метр и на секунду в квадрате то есть что мы делаем 5 вместо ньютона пишу килограмм умножить на метр и поделить на секунду в квадрате и умножаем на 4 секунды 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 сокращаем получаем килограмм метр на секунду 5 4 20 35 отнять 20 15 килограмм на метр в секунду именно так измеряется импульс импульс силы измеряем в таком на секунду урок на секунду нач PU diagramм на секунду хотя тут и килограмм на метр секунду это одно и то Но здесь-то говорится об импульсе силы, а нас спрашивают в задачке, чему равен начальный импульс. Вот всё. Значит, начальный импульс, подытожим, 15 кг умножить на метр в секунду. Этот именно ответ и нужно записать. Задача номер 4. Каменный блок лежит на горизонтальной кладке стены, оказывая накладку давления 2500 паскаль. Площадь грани, на которой лежит блок, равна 740 квадратных сантиметров. Какова масса блока? Записываем условия задачи. Ну вот, условия я записал. Кусок горизонтальной кладки стены тоже нарисовал. Вот это вот блок. Так, 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 так. Ага, давление. Давление – это отношение силы, которая действует на какую-нибудь площадь. Ну, раз это отношение силы к площади, значит, мы должны нарисовать, что же здесь происходит. И вот здесь вот мы должны понять очень интересную вещь. На блок действует сила тяжести. И на блок будет действовать сила реакции опоры. А давление-то оказывается на что? На горизонтальную кладку стены. Тогда мы должны просто-напросто вспомнить, что со стороны блока на эту горизонтальную кладку стены тоже действует сила. И эта сила будет называться, вот если я так нарисую, вот эта стенка, да, а эта сила будет называться весом. И вес будет всегда в данной ситуации равен силе реакции опоры. Всегда. Поэтому, смотрите, что у нас получается. В принципе, я говорю, N равняется Mg. С другой стороны, N равняется W. То есть, что я хочу сказать. Сила реакции опоры равняется силе тяжести по первому закону Ньютона. А сила реакции опоры и вес тела равны друг другу по третьему закону Ньютона. Но поскольку блок никуда не движется, в принципе, я могу сказать, что вес тела будет равен численно силе тяжести. Поэтому сила, которая будет давить на эту стенку, это вес тела, который равен силе тяжести. Поэтому давление можно записать так. Mg делённое на площадь. Ну и отсюда найти массу. Масса будет равна PS делённое на G. Так, ну вот и всё. Самое страшное, как бы, в этой задаче, получить массу в килограммах. А Паскаль, это у нас Ньютон на квадратный метр. Поэтому я пишу 2500 Паскалей, да? Ну давайте так, Ньютон на квадратный метр. Теперь я должен умножить на 740. Но 740-то это у нас квадратные сантиметры, не квадратные метры. А один квадратный сантиметр, это одна десятитысячная квадратного метра. Ну вот смотрите, санти, да? Это 10 в минус второй степени метр. Да? Это сантиметр, это 10 в минус второй. Вот, если это всё возведу в квадрат, я получу 10 в минус четвёртый. Поэтому 740 нужно умножить на 10 в минус четвёртый и получить тоже метр квадрат. Правильно? Правильно. Вот. А теперь всё, что здесь получилось, да? Нужно поделить на ускорение свободного падения, которое в задачках принимается за 10. 10 ньютонов на килограмм. И килограмм улетает у нас вверх. То есть 10 ньютонов на килограмм и 10 метров на секунду в квадрате, это одно и то же. Ну, само собой, смотрите, 10 ньютон это килограмм умножить на метр и поделить на секунду в квадрате. Это ньютон. И здесь на килограмм, да? Килограмм сократили, остались метры на секунду в квадрате. Именно вот этим, как бы, случаем я и воспользовался здесь. И что мы увидели? Ньютон-ньютон сократился, метр квадратный сократился. Ну, естественно, остались у нас килограммы. Не надо спешить, делить на 10. Вот. Ну, хотя можно и поделить на 10. Нет, 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 не надо. Вот смотрите. Раз, два, три. А тут минус четвёртый. То есть 3 нуля это 10 третье. Умножаем на 10 минус четвёртый. Раз, два, три. И мы получили 10 в минус первой. Это означает, что вот это вот всё я зачеркну и должен сюда, к этой десятке, ещё один нолик добавить. То есть, ну, как бы здесь, вот если я всё зачеркну, туда, это 100. Конечно, вы это всё можете делать на калькуляторе. Ну, а теперь что нужно сделать? 25 умножить на 74. Да. Вот. 25 умножить на 74. Ну, 74 нужно поделить на 100. На 4. Потому что 20... Ну, как бы 25... Это четверть от сотни, да? Короче, ребятки, получается здесь следующее. Да. 25 умножаем на 74. Получаем 1875. Делим на 100. И получаем 18,75 килограммчика. Вот всё. Так решается эта задача. Вот так вот. Так она вот и решается. Задачка номер 5. Автомобиль массой 2 тонны проезжает в верхнюю точку выпуклого моста, двигаясь постоянной по модулю скоростью 36 км в час. Радиус кривизны моста равен 40 метров. Из приведённого ниже списка выберите два правильных утверждения, характеризующих движение автомобиля по мосту. Ну, давайте будем делать потихонечку. Сначала ответим на первый вопрос, выясним, это правильно или нет. Потом второй, ну и так далее. Вот. Итак. Равнодействующая сил действующих на автомобиль в верхней точке моста сонаправлена с его скоростью. Ну, давайте сначала чертёж нарисуем, запишем условия задачки, чуть-чуть, так сказать, покумекаем, ответим на этот вопрос, потом будем отвечать на другой. Всё, поехали. Ну вот, я записал условия задачи. Ну, здесь есть несколько, так сказать, вариантов. Нужно же подготовиться к решению задачи. Вариант первый. Ну, перевести всё в систему Си. Здесь две тонны. Значит, нужно писать, это 2000 килограмм. 36 километров в час, сразу ассоциации. Да, 36 километров в час, это 10 метров в секунду. Для того, чтобы перевести километры в час, метры в секунду, вот это вот число нужно поделить на 3,6. Теперь рисуем с вами автомобиль. Вот. Значит, вот он поднимается, поднимается. Мы видим, скорость его меняется в верхней точке. Скорость будет направлена вот в эту сторону, по идее, по касательной. Да? Вот. Вот скорость. Отлично. А силы, которые будут действовать в верхней точке на этот самый автомобиль, они вот какие. Это сила тяжести и сила реакции опоры. Правильно? Значит, равнодействующую этих сил нужно искать по оси Y, а не по оси X. Поэтому первый ответ, да, он неправильный. То есть, единица не входит в варианты наших ответов. X, 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 это неправильно. Хорошо, давайте будем смотреть, что происходит со вторым вопросом. Второй вопрос такой. Сила, с которой мост действует на автомобилях в верхней точке моста, меньше 20 тысяч ньютонов и направлено вертикально вниз. Хороший вопрос. А чем, так сказать, этот вопрос хорош? Потому что пытаются тут запудрить нам мозги. Ага, меньше 20 тысяч ньютонов. Вот так и хочется подсчитать, да, чтобы найти эту силу. Ну, давайте посмотрим. Вот автомобиль, а вот мост. Да, что происходит в верхней точке? Автомобиль давит на мост. Эта сила называется весом. А мост давит на автомобиль как бы вертикально вверх. А здесь что написано? Что сила, с которой мост действует на автомобиль, направлена вертикально вниз. Нет, не вниз, вверх. И считать здесь ничего не надо. Значит, второй ответ неправильный. Мы должны найти два. То есть, мы должны найти два из трёх, которые остались. Ну, давайте посмотрим. Третий вопрос, что из себя представляет. В верхней точке моста автомобиль действует на мост с силой равной 15 тысяч ньютонов. Давайте с вами посмотрим, рассчитаем эту силу. Значит, что мы должны понять? Вот автомобиль карабкается по этому мосту с постоянной скоростью. И некоторые думают, а, скорость-то постоянная, значит, ускорения нет. Да ничего подобного. Ускорение всегда присутствует, когда тело движется, ну, по каким-то, так сказать, закруглениям. Почему? Вот здесь вот скорость. А видите, а здесь скорость. Она направлена в другую сторону. Значит, есть изменение скорости. Есть изменение скорости, значит, есть ускорение. Поэтому, смотрите внимательно. Я хочу, чтобы ускорение было положительно. Вот. Поэтому я выберу направление к центру. Вот. К центру. Вот так вот. Тогда МЖ, это сила тяжести, которая действует на автомобиль, отнять Н. И мы получаем с вами по второму закону Ньютона МА. Но ускорение это центростремительное. А центростремительное ускорение можно подсчитать вот таким вот образом. МВ квадрат делённое на радиус. Ну и отсюда будет следовать, что Н равняется МЖ минус МВ квадрат делённое на радиус. Или МЖ минус В квадрат на Р. Всё. Ну, нужно что сделать? Взять просто-напросто и подсчитать силу реакции опоры. Вот. Силу реакции опоры. Это сила, да? Вот. С которой автомобиль... Нет. Это сила, с которой мост будет действовать на автомобиль. Ну, а сила, с которой мост действует на автомобиль, естественно, по третьему закону Ньютона будет равна силе, с которой автомобиль действует на мост. Вот эту силу мы и ищем. А на самом-то деле нужно искать вес этого тела. Ладно. Значит, 2000 килограммчиков умножаем 10 метров на секунду в квадрате и отнимаем 100, но отнимаем 100 делённое на 40, это 2,5. Тоже будет 2,5 метра на секунду в квадрате. То есть тут у нас получается 7,5 метров на секунду в квадрате. 7,5 на 2 получается 15 и ещё 3 нуля. Всё. Ньютона. Потому что килограмм умножить метр на секунду в квадрате. Ньютон. Всё, ребятки. Третий вопрос. Ви, 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 ви. Третий вопрос. Да? Он в смысле не вопрос, а ответ на третий вопрос. Он правильный. Отлично. Давайте посмотрим, что из себя представляет четвёртый вопрос. Центры стремительного ускорения автомобиля в верхней точке моста равно 2,5 метра на секунду в квадрате. Ну, конечно, 2,5 метра на секунду в квадрате. Безусловно. Потому что мы его нашли, в принципе, в предыдущей задаче. Вот я напишу, что это правильно. А сейчас быстренько напишу. Вот центры стремительного ускорения. АЦУ. Это V квадрат делённый на радиус. Всё. Значит, если мы 110 в квадрате поделим на 40, мы получим 2,5 метра на секунду в квадрате. Четвёртый ответ правильный. Про пятый можно уже и не рассуждать. Вот, потому что он будет неправильный. Ну, конечно, если мы на все 100% уверены, что 3,4 – это правильно. Давайте всё равно посмотрим на пятый вопрос. Ускорение автомобиля в верхней точке моста направлено противоположно его скорости. Чушь, 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 чушь. Смотрите. Ускорение всегда должно быть направлено туда, куда направлены результирующие всех сил, которые будут в верхней точке действовать на этот самый автомобиль. Вот всё. А результирующие этих сил будет направлено вниз, а не по направлению или противоположно скорости. Вот и всё. Ускорение центры стремительное сюда. Ну, значит, и сила должна вот по этой самой оси, скажем, Y действовать, а не по направлению или не противоположно скорости. Вот и всё. Значит, естественно, и пятый ответ, он неправильный. Поэтому в ответы пишите 3,4. Всё? Всё! Всё? Всё. Ну, вот, пять задач. Как говорится, будем потихонечку двигаться вперёд. Вот. Мне остаётся только вам напомнить, что учите физику на канале ФЭП. Физика – это просто канал, на котором достаточно сложные вопросы, вдруг становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы ещё не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Ну, и, конечно, лайк не забудьте поставить. Ребятки, дорогие, поставьте, пожалуйста, лайк. Вот. Канал должен развиваться. Ну, ладно. А вот, он и так разовьётся, я в этом уверен. Всё, всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. И ждём продолжения.